мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу тут высота 8 метров вот сейчас я примерно по такой высоте и выхожу в зум для того чтобы пообщаться с преподавателями и доказать что я не пропускаю просто так там это знаменитая береза которая шумит на всю россию да не только на всю россию на весь мир я даже не знаю несколько десятков раз по моему мнению какая разница где человек живет в центре москвы или в деревне где там два дома стоит там должна быть связь дудоладов алексей 21 год в общем сначала прославился благодаря тик току это юмористические ролики о деревне в дальнейшем уже серьезные вопросы это проблемы деревень в частности проблемы связи в отдаленных и селены я сейчас учусь в омском институте водного инженера электромеханика на первом курсе поступил в 2020 году на крупных судах был это ну крейсер кутузов мовороссийский ну я тогда был это молодой вообще не интересовался вот сегодня я увидел в принципе ну что меня ну ожидает ближайшее время навигация и мне очень понравилось полный соцпакет и еще платят деньги и хотя я студент просто где студентам в россии платят зарплату это просто невиданно активная точка зрения у меня аудитория в тик ток в инстаграм это прям ну блогеров сейчас любят забрать себе это нормально но в кпрс меня никто не приглашал я сам туда пришел я сам не попросился и он говорит алексей вот так и так приедьте мы вам выберем лучший усилитель там невероятные деньги у вас будет связь там быстрее чем в омске я говорю извините я отстаиваю как интересы людей и я не возьму усилитель из принципа что почему уже будет в деревне цифровое неравенство не говоря уже о том что ну все как бы равны и все вот перед встречей с губернатором мне сказали подготовить вопросы можно я подписчикам сразу же обратился мне за один день там двойной листок на этих обращений прислали все я все написал в принципе все губернатору передал ничего сожалению вот это вот это просто два показуха никаких решений людям я хорошо отношусь я к властям плохо отношусь к обычным людям я всегда когда ко мне там кто-то подойдет что-то спросить я всегда постараюсь чем смогу помочь там ну для меня это ну как долг это родители родители в военном училище можно сказать это усилили в принципе если брать интернет в интернете очень много правды можно увидеть и как мне пишут многие люди у нас просто не хотят проводить интернет деревне чтобы они не видели нас показывать телевизору потому что все очень с одной политической точки зрения все в принципе у нас стране хорошо и к сожалению ну люди в это верят я просто хочу чтобы люди хотя бы чуточку вот даже у нас тут в деревне в соседних деревнях хотя бы чтобы появилась связь чтобы люди могли не на улице ловить интернет сидя в доме на диване почему дети министров всяких могут нормально пользоваться интернетом а мы нет пресс-секретарь губернатора 26 января мне позвонила и сказала что вышка будет в первом квартале ну для тебя лететь скажем что мы ее поставим до 1 июня потому что мы не дай бог ее не успеем поставить в сроки ты опять поднимешь на всю Россию я думаю поставят вышку потому что выборы сейчас не просто нельзя показывать тебя вот в таком вот лице перед выборами